Ребята, в этом видео я записал Майнкрафт, фильм про аниматроников из ФНАФ Секьюрити Бридж. Наливайте чай, берите печеньки, ну а я вам желаю приятного просмотра. Успей подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк, если ты не хочешь, чтобы вот этот Фредди Аниматроник пришел к тебе домой. Если кто-то не подписался, не поставил лайк, но сегодня я иду к тебе в гости, ху-ху-ху-ху-ху-ху. Если ты не хочешь, чтобы этот Фредди пришел к тебе сегодня домой, просто подпишись на мой канал и поставь этому видео лайк. Евген Бой! А, что, кто, чё, житель, зачем ты меня так пугаешь, что случилось? Эх, прости, 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 я не хотел тебя напугать. Зачем ты меня разбудил? Эх, ух, ух, у меня такой страшный сон сейчас снился. Эх, житель, что ты тут вообще делаешь? Зачем ты меня разбудил? Я и так всю ночь не спал, хотел днем выспаться. Прости, прости, Евген Бой, но в нашей деревне жителей появился какой-то новый секретный крафт. Тебе нужно будет это увидеть. Что, житель, какой-то новый секретный крафт? Где он? Вот, открой шторы. Что это, ребята, такое? Вы посмотрите! Реально какой-то новый секретный крафт. Ничего себе! Вот это да! Житель, ну, конечно, ты некрасиво поступил, то, что так меня разбудил. Но спасибо, то, что ты мне сказал, что появился в нашей деревне новый крафт. Вы посмотрите, как он просто выглядит. Это что, какой-то новый аниматроник из игры ФНАФ Секьюрити Бридж? То есть из игры Пять ночей с Фредди Секьюрити Бридж? Я что-то не понимаю, или что? Да, это новый аниматроник, который называется Солнце и Луна. Ничего себе! Это новый крафт получается от этого аниматроника? Да-да-да, именно. Ладно, житель, я тебя понял. Всем привет, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, я, Евген Бой. И это мое новое видео по игре Майнкрафт. Ребята, прямо сейчас спустись ниже в комментарии и напишите, что вы любите больше, шоколадку или же мороженое? Мне будет очень интересно почитать и узнать ваш ответ в комментариях. Ну а сейчас, ребята, как мне уже житель сказал и разбудил меня, в нашей деревне появился какой-то новый секретный крафт нового аниматроника из игры ФНАФ Секьюрити Бридж. Солнце и Луна этот аниматроник называется. Крафтится он, смотрите, из чего? Из двух блоков голубой шерсти, из двух блоков оранжевой шерсти, голова визора скелета вроде бы, я правильно сказал, и у нас тут какие-то опять пятна красные. Да, ребята, из красных пятен вот этих вот он крафтится. Вот, отлично! Я надеюсь то, что я сейчас все эти ингредиенты добуду, и у нас получится скрафтить этого нового аниматроника Солнце и Луна, и посмотреть, как это вообще будет всё выглядеть. Давайте, наверное, мы сейчас отправимся на поиски, то есть головы вот этого визора скелета. Он находится у нас в аду, то есть визор скелет, поэтому мне придётся сейчас отправиться в ад, да, ребята, в портал в ад. Он у меня находится вот тут вот, в кузнице этот портал в ад. Сейчас давайте одену броню, возьму вот такую вот пушку, чтобы сражаться с этим визором скелетом. И погнали, сейчас мы спустимся вниз в портал в ад. Давайте телепортируемся. Всё, смотрите, отлично! Так, я надеюсь то, что меня в то место телепортируют, в которое нужно. Вроде бы, да, смотрите, вот этот визор скелет. Давайте его попробуем уничтожить. На, получай тебе! Вот так вот, вот так вот. Так, ребята, 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 он упал, кажется, нет? Так, нет, он не упал. А как, а как я поднимусь? Как я поднимусь дальше? Ну, а, ребята, всё, он поднялся, смотрите. Давайте его попробуем уничтожить. На, 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 получай, получай, получай. Мне нужен твой череп, только визор скелета. Так, на, 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 получай. Вот так вот тебе. Исушитель, так. Ой-ой-ой, у меня пушки закончились. Так, стоп-стоп-стоп. Эй, эй, не атакуй меня. На, на, на. Я должен, я должен получить с него вот этот череп визор скелета, потому что он мне понадобится в крафте для аниматроника Солнца и Луна. Так, ну же, ну же, ну же, давай, давай, давай. Давай, отстреливайся, да чё ж такое-то? Ребята, давайте с меча, что ли, его попробуем уничтожить. О, всё, подождите, я его уничтожил и где чё? О, вот они, вот они, вот они, череп, скелеты и сушители. Отлично, ребята. Всё, я добыл, добыл, добыл все ингредиенты. Ой, не все ингредиенты, но один ингредиент я точно добыл. Давайте обратно телепортируемся. Надеюсь, я появлюсь сейчас в своём доме. Ну-ка, 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 где же я сейчас появлюсь? Да, в своём доме. Отлично. Всё, первый ингредиент у нас готов. Давайте добывать сразу же пойдём. Следующий ингредиент. Это 4 пятна вот этих вот кровяши, да, ребята. Нам нужно будет добыть. То есть, житель у нас, походу, их продаёт. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, смотрите, ребята, житель продаёт за 16 пшеницы 4 штуки блока вот этого пятна. То есть, кровяши, да, ребята. Давайте мы тогда добываем 16 штучек пшеницы. Так, ну-ка, 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 быстренько сейчас мы добудем. Всё, отлично. У меня даже 19 штук пшеницы. Берём это, обмениваем на пшеницу и всё. У нас уже есть 2 ингредиента. Осталось только добыть шерсть. Добыть шерсть, то есть, там, ножницы, вот это всё сделать. Так, 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 осталось только реально добыть шерсть. Вон у нас овечки там ходят. Вот, нужно будет добыть сейчас каким-то образом шерсть. Поэтому погнали сейчас. Я добуду дерево, сделаю себе ножницы. И всё, ребята. И у нас останется, то есть, последний ингредиент. Это добыть шерсть и сделать, то есть, покрасить её там в голубой цвет и в оранжевый. И всё будет просто чётко. Так, давайте мы добываем тут дерево. Ещё, ещё, ещё больше, больше, больше дерева надо. Всё, отлично. У нас есть вроде бы много дерева. Теперь мы делаем верстак. Нам нужна, нам нужна обычная каменная кирка. Да, давайте мы сейчас сделаем её каменную кирку. Так, 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 она делается из трёх булыжников. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Всё, три булыжника у нас есть. Делаем каменную кирку себе. Отлично, ребята, давайте дальше. Добываем, добываем, добываем булыжник для печки. Чтобы переплавить, ребята, железо. Железо. Я надеюсь, то, что мы найдём тут железную руду сейчас. А то, если мы её не найдём, будет очень плохо. Так, давайте крафтим уже печку. Придётся идти, ребята, в другую шахту. Если мы тут не найдём железной руды, желательно бы две штуки где-то добыть этой железной руды, потому что нам реально нужно всего лишь две штуки. Всё, отлично, ребята, смотрите, две штуки есть. Давайте ставим печку. Переплавляем две штуки железа и уголь. Всё, ставим. Отлично, ребят. Так, у нас тут ещё какая-то неизвестная руда. Что это такое вообще? Какая-то реально неизвестная просто руда. Так, ждём, ждём, ждём. Железный слиток. Всё, отлично. Ждём ещё железный слиток. У нас реально практически все ингредиенты есть. Не хватает только четырёх. И всё, и мы сможем скрафтить аниматроника, солнце и луна. Да, ребята, это будет действительно очень здорово. Поэтому погнали. Мы сейчас сделаем уже что? Мы сделаем ножницы. Добудем шерсти. Так, добудем шерсти. Так, ну-ка выбираемся отсюда. Всё, смотрите, вот у нас первая овечка есть. Всё, добываем с неё шерсть. С неё шерсть одна штука выпала. И смотрите, тут сколько ещё овечек. Вон как раз и есть голубой краситель и оранжевый. Так что всё, думаю, будет чётко. Так, 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 так. Ну-ка, всё, у нас есть три штуки голубого красителя. И добываем ещё оранжевый краситель. Всё, и у нас есть очень много шерсти. Так, всё, две штуки шерсти такой. Две штуки шерсти такой. Даже три сделал. Смотрите, ребят, всё, у меня все ингредиенты есть. Теперь можно начинать, ребятки, крафтить. Да, ребят? Давайте, погнали. Так, тут сюда получается две шерсти голубой. Сюда у нас входит две шерсти оранжевой. Вот таким вот образом. Дальше у нас входит череп визора скелета. Вот таким вот образом всё. И у нас блок, блок, блок кровяша. Так, давайте возьмём вот так вот, вот так вот по углам. По углам. Всё, отлично, ребята. И на счёт три. Сейчас мы жмём на этот рычаг. И из этого раздатчика вылезет аниматроник, солнце и луна, ребята. Давайте на счёт три. Раз, два, три. Воу, всё. Так, это луна вылезала. Ничего себе. Отстань, отстань, отстань. Так, ещё, ещё, ещё. О, всё, солнце. Смотрите, они сражаются между собой, потому что аниматроник солнца, он добрый. А луна, она злая как бы. Да, ребята? Ничего себе. Смотрите, они просто сражаются. Это действительно очень-очень здорово. Я бы даже помог аниматронику солнцу, только как бы, как бы, как бы, как бы ему самому-то не навредить. Так, на, получай тебе аниматроник луна. Давайте её вот так вот будем. Давай, на, получай тебе. Давай, 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 солнце, уничтожай её. Уничтожай. Так, на, получай, всё, вот так вот тебе. Получай, луна, луна, луна. Давайте её уничтожим, потому что аниматроник солнца, он добрый, реально. Вот. И я надеюсь то, что аниматроник солнца победит вот эту вот луну. Так, 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 давай, 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 давай. На, получай, получай тебе луна. Луна, смотрите, мы её вдвоём атакуем. Вы представляете это себе вообще? Так, на. Мне интересно, кто из них победит? Аниматроник солнца или аниматроник луна? Давайте по аниматронику Луне Вот так вот будем мы стрелять Вот, на-на-на, давай-давай-давай Стреляй-стреляй, все Отлично, все получается у нас Ну-ка, 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 давайте-давайте Кто из них выиграет, мне аж самому интересно Так, на, получите аниматроник Луна Ты что, совсем там что ли? На солнце что ли наезжаешь Так, давайте с другой стороны Обойдем, с другой стороны Потому что будет проще вот так вот Давайте-давайте, перезаряжаемся И вот так вот будем по ней стрелять По этому аниматронику Луна Так, 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 на-на-на-на-на Все, давай-давай-давай, солнце Ты должен выиграть, ты должен выиграть Ты должен выиграть вот эту Луну Так, ну-ка, 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 давай-давай Все, я ее зажал, вы видели как? С помощью пушки я ее зажимал Так, давай-давай-давай, зажимаем ее, зажимаем Солнце, аниматроник, давай Все, зажимай, ладно, давайте будем ждать Когда же они сразятся Я думаю, аниматронику солнцу я так много помог Потому что я очень много хп, наверное, снял аниматронику Луне Да, ребята, давайте вот так вот На, получай тебе Луна По сути, в настоящем ФНАФе Security Breach это работает так То есть, если наступает ночь, то аниматроник Луна становится Луной Если утро, то солнце Вот, солнце аниматроник добрый А Луна злой Вот, поэтому Луну нужно будет уничтожить сейчас Так, давай, 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 я верю в тебя, что ты победишь Правда, что-то, что-то, я не знаю, как-то, как-то вы вообще очень вяло сражаетесь Потому что, ну, я не знаю, у вас урон, наверное, очень маленький у обоих Так, давайте я буду вот так вот, вот так вот, вот так вот нападать Они что, оба за мной теперь, что ли? Эй, 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 вы что оба-то на меня? Вы смотрите, что, что произошло вообще? Вы что, совсем, что ли, офигели? Так, ребятки, ребятки, давайте я отбегу, чтобы они начали сражаться между собой просто Вот, да, смотрите, смотрите, всё, я отбежал Я отбежал, и давайте попробуем теперь аниматроника Луну просто уничтожить На-на-на-на-на, получай тебе Так, она что-то не уничтожается вообще никаким образом Я не знаю почему Но у них битва с солнцем почему-то не идёт Да, ребята, у них битва с солнцем почему-то не идёт Смотрите, зато, зато Луна, вон, как грозно настроена Так, ребята, так-так-так-так-так Ну-ка, 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 смотрите, смотрите, давайте, может, они заново начнут сражаться? Ну-ка, давайте мы на это посмотрим Так, иди сюда, Луна, иди сюда Да, всё, они заново начали сражаться, отлично Я уж подумал то, что, то, что аниматроник солнца на меня начал нападать Это может у них продолжаться, мне кажется, бесконечно Потому что, ну, смотрите, ребят Они не могут просто друг друга почему-то победить Я не знаю почему Но они не могут просто победить Вот Я не знаю почему И причина этого я тоже не понимаю Потому что, наверное, у них у обоих очень маленький урон Так-так-так, ну я попробую помочь Всё равно, всё равно помочь Солнцу, солнцу надо помочь Всё, ребята, мы уничтожили аниматронику Луну Ура-ура-ура Это действительно очень круто У нас получилась такая вот битва Аниматроник солнца сражался с аниматроником Луной И победил её Чё-то я заработался на дворе Уже наступила ночь Надо бы покушать, потому что я давно не кушал И уже ложиться спать Давайте посмотрим, что у меня в этом холодильнике находится Так, торт Отлично Жареная свинина Яблочки И молоко Ммм, какая вкуснотища Давайте покушаем это Так, торт мы поставим вот сюда вот Ммм, тортик вкусненький, кстати Давайте попьём молочко ещё И покушаем яблочко А свинину я пока что отложу в холодильник Потому что я её не хочу Евгенбой, быстрее помоги нам Тут появился аниматроник Он сейчас всех нас уничтожит Ребята, вы это слышали? То, что какой-то аниматроник появился И жители просят меня о какой-то помощи Сейчас, житель, я приду Ну, а сейчас я пойду уже возьму меч Потому что аниматроник там какой-то находится Так, у нас на дворе ночь Мне что-то страшно идти Потому что ночью аниматроники очень злые Ладно, ребята, давайте уже сходим Посмотрим, что за там аниматроник Кто это вообще такой и как он вообще сюда попал В нашу деревню, этот аниматроник Давайте посмотрим Жители, жители, где этот аниматроник? Он там находится, внутри того дома Ничего себе, ребята Внутри этого дома находится сейчас аниматроник И мне нужно будет с ним разобраться Давайте посмотрим Так, ребята, там вообще ничего не видно Смотрите, какие тёмные стёкла Так, ну-ка, ну-ка, посмотрим Помогите Он меня сейчас убьёт Ребята Житель просит о помощи Вы слышали, что он сказал? Так, быстрее надо идти сейчас в дом Брать кирку И уже проломиться в этот дом Потому что он заперт И там, походу, находится аниматроник Давайте попробуем с ним сразиться С этим аниматроником Возьмём реально кирку Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее Нужно помочь жителю Жителю нужно помочь Потому что там аниматроник Я всех съем Ням-ням-ням Ребята, вы слышали его голос? Это вообще какой-то жуткий аниматроник Так, давайте посмотрим Это аниматроник Луна Солнце и Луна Ничего себе Евген Бой Я и до тебя доберусь Ребята, он говорит то, что и до меня доберётся Так, надо будет его каким-то образом уничтожить Это реально аниматроник Солнце и Луна Так, дверь не открывается Эээ, давайте её сломаем киркой На, получай тебе аниматроник Иди сюда, я тебя съем Ребята, смотрите, что он сделал с тем жителем Давайте закроем дверь Так, житель, ты дышишь? Помоги мне Помоги Ребята, он не дышит Он перестал дышать Это всё из-за этого аниматроника Я не знаю, что мне с ним делать Давайте его каким-то образом уничтожим Этого аниматроника Луна Так, ребята, ребята, давайте, давайте Всё, мы его уничтожили Отлично Я приду к тебе сегодня И съем тебя Зря ты это сделал Ребята, это чё такое? Что это за голос был? Неужели этот аниматроник сейчас со мной разговаривал Которого я только что уничтожил? Он сказал то, что придёт ко мне Ничего себе, что мне теперь делать, ребята? Я даже не понимаю, не представляю Как мне теперь быть? Тот житель Он того жителя просто уничтожил Он даже не дышит Там вот тот вот житель В том доме Я не знаю, что делать А вдруг этот аниматроник реально придёт сейчас? Надо готовиться Надо готовиться Надо не спать А я хочу очень сильно спать Вы не представляете Но надо держать себя в руках И реально не спать Ну всё, Евген мой Ты попался Я тебя съем Ребята Это аниматроник Солнце и Луна И он на меня теперь нападает И хочет меня съесть И что мне теперь делать-то? Как он вообще эту крышу сломал? Вы посмотрите Как это вообще всё случилось? И он стал больше смотреть этот аниматроник И сильнее походу Иди сюда Я на тебя достать не могу Ребята, он меня достать пока что не может Потому что он слишком огромный И не может пройти в этот дом На, получай тебе Так, ребята Давайте возьмём сейчас мини-ганчик И попробуем с помощью него Вот так вот по нему пострелять Дыш-дыш-дыш Вот таким вот образом Я всех шпидели сейчас съем Ням-ням-ням Ребята Что мне теперь делать? Наверное, нужно где-то спрятаться от него будет Я даже не знаю Так, на Получай тебе аниматроник Луна Ты меня разозлил Ребята Он говорит то, что я его разозлил На, получай Так, ребята, давайте отбегаем от него Я не знаю Его просто даже Даже мой мини-ган не берёт Вы это видите, да? Он просто Ну, какой-то бессмертный что ли Я бессмертный аниматроник Ребята, он бессмертный аниматроник Надо мне что-то с ним будет сделать Так, где моя кирка? Где моя кирка? Давайте спрячемся от него быстрее Под кроватью, пока он не видит Так, всё Отлично, ребят Смотрите, я спрятался О нет, о нет, о нет Он меня видит Так, 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 аккуратно Ты от меня не спрячешься Ребята Он говорит то, что я от него не спрячусь Так, давайте посмотрим Где этот аниматроник Так, пока что я его не вижу Может быть он уже ушёл Так, я вроде бы спрятался О нет, вот он здесь, ребята О нет, о нет, о нет Так, ребята, ребята Я даже не знаю, как Как мне теперь спрятаться Всё Отлично, я спрятался Давай же Всё, 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 всё Фух, я закрылся Ты от меня не спрячешься Я тебя съем Ребята Он реально серьёзно Очень настроен Этот аниматроник Нужно будет сейчас Реально спрятаться От него под кроватью И построить Бункер, да Да, ребята Прямо под кроватью Я сейчас построю бункер Давайте режим Креатива включим То есть творческий режим Возьмём Какую-нибудь Какой-нибудь топорик То есть, да, ребят И попробуем уже Построить себе Здесь Бункер Да, дорогие друзья Всё будет чётко Всё будет круто Давайте уже Строим себе Бункер Так, всё Отлично Давайте вот так Вот так Вот так Теперь прописываем Сет 0 команду И я думаю У нас будет Отличное помещение Для того, чтобы Сделать себе Крутой бункер И спрятаться То есть И скрываться Под кроватью Вот этого Монстра Аниматроника Солнца и Луна Так, ребят Давайте побольше Сделаем, наверное Бункер Так Всё Отлично Сет 0 Так, подождите, ребят Сет, 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 сет 0 Вот так вот Сет 0 Отличненько И вот тут Теперь в ширину Нужно будет сделать Побольше чутка Так, так, так Во, всё Всё, ребята Давайте прописываем Сет 0 Всё Отлично Смотрите, ребята Теперь у нас появилось Такое помещение Давайте мы сейчас Сделаем доски Сделаем доски Так Дубовые давайте Сет 5 Сет 5 Отлично Дальше Тут Тут у нас будет Давайте разные виды досок Бирюзовые доски Сет 5 Двоеточие И 2 Всё Отлично, ребята Так Теперь Тут вот Стена будет у нас Из других досок Еловые доски Сет 5 Двоеточие 1 Всё, ребята Смотрите У меня теперь Вот такой вот Крутой бункер Появляется То есть Такой вот Бункер я строю Крутой Реально Мне очень он нравится Так И как раз Мы спрятались От этого Монстра Аниматроника Солнца И Луна Выходи Теперь не спрятаться Я до тебя Доберусь Ребята Он говорит То, что до меня Доберётся Так, давайте Из тёмного дуба Наверное Сделаем Вот Всё Отлично Теперь у нас есть Из тёмного дуба Так, давайте Теперь тут Сделаем Булыжник 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 Сет 4 Так Сет Сет 4 Всё Вот так вот Всё отлично И крышу Тоже из булыжника Наверное Мы сделаем Сет 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 4 Так, 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 так Всё, ребята Отлично Сет 4 Теперь у нас Появился Вот такой вот Прикольный бункер Кстати, где тут вход Вот вход в этот бункер У нас будет Давайте возьмём Лестницу Думаю Так Лестница Всё Отлично У нас есть Лестница Теперь Можно будет Построить вход В этот бункер Выходи Я тебя съем И всю деревню Тоже Ребята Он говорит То, что Всю деревню Съест Но я думаю Он обманывает Потому что Жители Успеют спрятаться Да Они не такие Глупые жители Как он думает Как он думает И я думаю То, что Они реально Спрячутся Где-нибудь Так Давайте Возьмём Стол 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 Так Всё Отлично Давайте Поставим Тут компьютер Потому что Бункер 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 Системные блоки Так Ребята Надо сделать Ещё Думаю Будет Кухню Кухня У нас Вот здесь Вот Давайте Возьмём Всякие Вот такие Кухонные Ящики Так Всё Отлично Я их взял Давайте Вот таким Вот образом Мы сейчас Сделаем Крутую Кухню Всё Ребята Всё Кухня У нас Практически Готова Давайте Возьмём Сейчас Холодильник Поставим Его сюда Так Где Холодильник Вот Холодильник Отличненько Так Ставим Это всё Сюда Можно Второй Кстати Холодильник Ещё Поставить Чтобы Было Всё Чётко Выходи Я тебя Заем Ребята Он ждёт Меня до сих Пор Этот Аниматроник Я не знаю Он такой Упорный Такой Усердный Этот Аниматроник Реально Ждёт Меня И думаю Он будет Ждать Меня Несколько Дней И пока Он не Уйдёт Я не смогу Вылезти Ребята Этот Аниматроник Походу Будет Меня Ждать Поэтому Ребят Давайте Я тут Обустроюсь Лучше В этом Бункере И попробую То есть Переждать Несколько Ночей Здесь Пока Этот Аниматроник Реально Не Уйдёт Пока Ему Не надоест Сидеть Меня Тут И ждать Поэтому Ребят Давайте Я запасусь Всякими Сладостями Какими Нибудь Так Стейк Нам Еда Нужна В первую Очередь А что Ушёл Да Ребята Видимо Он реально Притворяется А так Стоп Подождите Сейчас же Утро Да Да Ребята Смотрите Сейчас Утро И это Очень Хорошо Потому что Этот Аниматроник Превратился Из Луны В Солнце Всё Ребята Давайте Вылезаем Сейчас И посмотрим Реально Смотрите Аниматроник Из Луны Превратился В Солнце А Солнце Это Добрый Аниматроник То есть Вы поняли В чём Прикол Ребята То есть Когда Наступает Ночь Появляется Аниматроник Луна И Аниматроник Луна Это Злой Аниматроник Аниматроник Солнце Это Добрый Аниматроник Так Теперь Мож Пожалуйста Солнце Аниматроник Уйти Отсюда Чтобы Деревню Больше Мою Не беспокоить Реально А то Вдруг Ты превратишься В Луну И снова Начнёшь Тут всё Громить Да Сейчас Я уйду Куда-нибудь В другое Место Да не переживай Ребята Вы слышали Чё он сказал Он сказал То что уйдёт В другое Место Так что Не переживай Это действительно Очень здорово Поэтому Ладно Тогда Аниматроник Иди тогда Реально В другое Место Ну А я уже На этом Буду Видео Заканчивать Ну А сейчас Ребята У меня Для вас Зрителей Есть Две Новости Одна Плохая Другая Хорошая Итак С какой Начать Давайте Наверное Я начну С хорошей Новости Как Как вы уже все многие заметили В нашей деревне Выпал Наконец Таки Снег Это достаточно Очень редкое Событие Потому что Наша деревня Жители Находится На южном Полюсе И тут Очень редко Выпадает Снег Но До нового года Осталось совсем чуть-чуть И он реально Выпал И это Очень здорово Теперь у нас Деревня Смотрите Какая снежная И такая Новогодняя Получается Да А вот Вторая новость Она к сожалению Плохая И трагическая Смотрите Ребята Видите Эти следы Эти следы Кровяши Они ведут в дом И там Ребята Кто-то Убил жителя А точнее Не кто-то А новый Аниматроник То есть Из прошлого видео Как вы помните Я его скрафтил Которого зовут То есть Этого аниматроника Солнце И Луна Да ребята Это он сделал К сожалению Я не знаю Как так получилось Но я же уничтожил Этого аниматроника Но все равно Видимо Он как-то Выжил Да ребята Солнце Аниматроник Ну то есть При дневном свете Солнце Аниматроник Он добрый А вот Когда Наступает Ночь И Появляется Уже За место Солнце Луна Вот Луна Это злой Аниматроник И как раз таки Именно Луна Уничтожила То есть Убила Вот этого Жителя И ребята В этом нужно Как-то сегодня Будет разобраться Я этого Аниматроника Уже пытаюсь Выловить Несколько дней И у меня Ничего не получается Но думаю С вашей помощью То есть Да ребята У меня все получится Поставьте пожалуйста Лайк И подпишитесь На канал Тем самым Вы поддержите Меня То есть Да ребята Давайте я сейчас Спущусь в свою Секретную Тут То есть Бункер Под кузницей О котором Даже не знают Жители Вот Которые в этой Деревне Находятся Смотрите У меня есть Логическое решение Сейчас Это Расставить Камеры По Всему Периметру Нашей деревни И Проследить Уже За этим Аниматроником И уничтожить Его Да Вот так Вот Все просто Сейчас Давайте Мы сейчас Установим Уже камеру Вот у меня В сундуке Смотрите Есть Вот такие Вот камеры Давайте Я вам покажу Принцип Работы Этих Камер Вот То есть Мы можем Вот так Вот наблюдать За всем Происходящим В нашей Деревне Сейчас Мы их Установим И я надеюсь Мне удастся Поймать Этого Аниматроника Или уничтожить То есть Вот ребята Ладно Давайте мы тут Начинаем Уже Расставлять Камеры Вот Этот Аниматроник Реально Он какой-то Очень Такой Жуткий Вот Мне он не Понравился Лично Но Если вы хотите Продолжение Таких Видео Про этого Аниматроника Солнце Луна То пишите В комментариях Вот ребята А если не хотите То напишите В комментариях Не хочу Так Смотрите Я уже Расставляю Камеры По периметру Нашей деревни Вот этот Аниматроник Он достаточно Такой Непонятный То есть Он вроде бы С какой-то Стороны И добрый А вроде бы С какой-то Стороны И злой Потому что То есть Когда я говорю Дневной свет У нас То есть На улице Или вообще Где-то То Солнце Аниматроник Он добрый А вот Когда наступает Ночь То солнце Превращается В луну И это Злой Аниматроник Уже Становится Вот Который Который Пытается Нас Уничтожить Либо же Убить Так Я уже Установил Достаточно Много Камер Я не знаю Насколько Достаточно Но надеюсь То что Очень много Вот ребята Давайте мы Сейчас их Установим Вот таким Вот образом Кстати Ёлки Только не Хватает В нашей Деревне Ну вот Поставить Такую Огромную Ёлку И будет Достаточно Прикольно Смотреться Так Давайте Тут еще Установим Камеру Вдруг Что Давайте Работает Четвертая Тоже Ребята Работает Пятая Шестая Седьмая Ну-ка Ну-ка Восьмая Нифига себе Я их Очень много Установил Десятая Камера Так О Одиннадцатая Сколько у нас Всего-то Камер У нас Семнадцатая Камер Двенадцатая Так Давайте Дальше Тринадцатая Четырнадцатая И Пятнадцатая Шестнадцатая Осталась И Семнадцатая Последняя Камера Все Ребята Я проверил Работоспособность Всех камер Они вроде бы Все Работают И я надеюсь Нам удастся То есть Проследить за Этим аниматроником Луной Вот Ребята Так Тут Тут тоже Давайте Установим На всякие Пожарные Так Все Установили И работу Сразу же Камеры Проверяем Все Ребята Давайте Я тогда Ухожу Уже в свой Бункер Ждем Ночи То есть И когда Этот аниматроник Придет То есть Я буду Наблюдать За камерами Когда он Придет Уже Помогите Помогите Аниматроник Солнце И луна Уже здесь Ребята Я че Я че Уснул Что ли Что там Происходит Аниматроник Точно Я же Я же Я же Я же Слежу За ним Так Где моя Камера Ребята Аниматроник Луна Уже здесь Ребята Еще пошел Какой-то Дождь Или снег Я не знаю Очень страшно Смотрите Что он сделал С жителями Ничего себе Это че Такое происходит Он до сих пор Там еще стоит Он Походу Смотрите Что он сделал С жителями Это еще Че такое Че вообще Произошло Этот Аниматроник Жуткий Ничего себе Вот он Этот Аниматроник Жуткий Вы посмотрите На него Я не знаю Что делать У меня Паника 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 Какая-то Так Ребята Ну-ка Смотрим Еще камеры Так Это Какие-то Это Какие-то Другие Камеры Он там До сих пор Стоит Он Вот Здесь Вот Вот Здесь Вот Так Первую Камеру Давайте Отключим Вот Он На второй Камере Стоит Смотрите Рядом С ним Житель Надо Его Спасти Ребята Ребята Он хочет Жителя Съесть На Получай Тебе Житель Давай Убегай Что ты тут Делаешь Житель Давай Уходи Отсюда Нет 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 Ребята Ребята Этот Аниматроник Луна 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 Пытаются Меня Атаковать Так Давайте Мы Оденем Еще Броню Какую-то Вот Это Хорошо Что я Успел Скрафтить Себе Оружие И броню К этому К этому Времени Здесь Я Еще И Почему Успел Уснуть Я Не Знаю Как Но Видимо Я Не Выспался И Проспал Все Ребята Давайте Его Уничтожим Иди Сюда Евген Бой Зря Ты Меня Скрафтил В прошлом Видео Кстати Кто Не Смотрел Крафт Как Я Скрафтил Аниматроника Солнце И Луна То Посмотрите Ребята Реально Получилось Там Тоже Видео Очень Интересным И Сильнее Походу Смотрите Что Он С Жителями Только Сдел Ребята Что Это Такое Вообще Ничего Себе Что Здесь Происходит Евген Бой Спаси Пожалуйста Нас Мы Не Знаем Что Уже Делать Ребята Ребята Надо Спасти Всех Жителей Будет Он И Так Уже Многих Уничтожил На Получай Получай Не Зря Мне Жители Запрещали Крафтить Монстров И Аниматроников И Призывать Их Потому Что Они После Этого Разносят Су Деревню И Вот Ребята И Получается Что Так Что Жители От Этого Страдают Видите Сколько Жителей Он Успел Уже Уничтожить Пока Я Уснул В Кресле Так Ну Ладно Хоть Я Убил Да Ребята Этого Аниматроника Солнца И Уну Нет Я Еще Вернусь Готовься Ребята Вы Слышали Что Сказал Этот Аниматроник Он Сказал То Что Еще Вернется И Сказал Чтобы Я Готовился А может Он Сейчас Вообще Вернется Надо Будет Реально Подготовиться Ребята Потому Что Мне Уже Это Не Нравится Пишите В Комментариях Если Вы Хотите Продолжение То Что Я Продолжал Снимать Про Этого Аниматроника Потому Что Он Так И Будет Наверное Приходить Ко Мне Вот И Мне Придется Снимать Ребята Продолжение Потому Что Он Будет Приходить И Мне Надо Будет Как С ним Сражаться Будет Снова Вот Поэтому Пишите В Комментариях Нравится Ли Вам Не Везде То Есть Не По Всему Городу Снег Выпал А На Каких То Ну Таких Маленьких Участках Земли Он Выпал Да Ребята И Это Уже Очень Круто Потому Что Скоро Новый Год Вон Я Даже Новогоднюю Ёлку Смотрите Поставил Так Вот Я Вам Не Объяснил Основную Причину Почему Я Переехал В Город Потому Что Здесь Есть Аниматроникам Луной И Солнцем Да Ребята Или Солнце Солнцем И Луной Вот Это Действительно Будет Очень Крутой Эксперимент Это Новый Аниматроник Из ФНАФ Секьюрити Бридж Давайте Мы Возьмем Уже Все Инструменты Которые Нам Пригодятся По Обмену Мозгами И Поедем Уже В Эту Лабораторию Где Мы Сможем Поменяться С Ёлочка Стоит Ладно Давайте Я Уже Сейчас Сяду В Свою Машинку Вон Она Кстати Меня Ждет Она Наверное Тоже Немного Замерзла Как я И сказал Снег Выпал Не Везде И Сейчас Я Вам Покажу То Что Он Реально Выпал Не Везде А Только На Нескольких Участках Домов Да Ребята И Мне Так Повезло Что Именно К Моему Дому Этот Снег И Выпал Да Как Не Странно Таки Ладно Давайте Вот Видите Тут Нет Уже Снега Вот Давайте Вот Так Развернемся И Поедем Уже В Лабораторию Лаборатория У нас Находится Вон Там По Обмену Мозгами И Это Будет Очень Действительно Самый Крутой Эксперимент Так Давайте Мы Сейчас Туда Приедем Вот Это Лаборатория Видите По Обмену Мозгами Сейчас Мы Сможем Там Провести Свой Собственный Эксперимент Так Давайте Вылезем Уже С машины Она Кстати Как Ну Я Удивился То Что Она Не Замерзла А Нормально Ездит Вот Потому Что Обычно Холодно Привет Житель Привет Привет Ну Что Ты Готов Проводить Эксперимент Да 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 Я Готов Я Как Раз Начал Запись Уже Для Аниматроником Солнце И Луна Да Ребята Вы посмотрите Как он устрашающий Выглядит Ладно Давайте Мы сначала Тогда Капсулы Наверное Уже Подключим Капсулу Надо Подключить Будет Наверное Вот таким Вот образом Еще и Повторителем Так 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 Повторитель Так 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 И Все Все Ребята По сути Все Рычаг Сюда Ставим Так Рычаг Тут не Работает А вот Тут Работает О Тут Работает Подождите Его даже Можно Выключить Вот этот Рычаг Будет И все Так Этот Будет Пусть Включенный А этот Выключенный Все Все Ребята Мы Установили Связь И это Главное Между Вот этими То есть Каким Капсулами Мы установили Связь Вот Сюда Мы Поместим Сейчас Аниматроника Солнце И Луну А нет Наоборот Вот сюда Мы поместим Аниматроника Солнце И Луну В эту Капсулу С этим Аниматроником Да Ребята Так Нужно Еще Будет Подключить Наверное Компьютер И нужно Будет Еще Найти И поймать Аниматроника Да Это Вот Самое Сложное Потому Что Он В этом Городе Сейчас Находится И Пока Что У нас Утро Этот Аниматроник У нас Выглядит Как Солнце Да Ребята Выглядит Получается Как Солнце Но Нужно Сделать Ночь Чтобы Выглядел Он Как Луна Давайте Мы Этим Сейчас И займемся Все Мы Сделали Ночь Смотрите Ребята И Сейчас Мы Пойдем Его Искать Кстати Все Я Подключил Уже Все К Ноутбуку Капсулы Должны Работать Все Эксперимент Должен Пройти Удачно Давайте Мы Сейчас Пойдем Искать Этого Аниматроника Солнце И Луна Он Где-то Вон Там Вот Наверное Находится В той стороне Ну-ка Давайте К звукам Прислушаемся Идите Сюда Я Всех Уничтожу Ребята Это Точно Это Точно Аниматроник Луна Все 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 Вон Ребята Вы Посмотрите Вон Он Стоит Так Аккуратно Нужно Будет Его Поймать Сейчас В эту Капсулу Так 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 Аниматроник Аниматроник Вот Таким Вот Образом На Получай Иди Сюда Я Тебя Ребята Он Оказался Намного Мощнее Давайте Попробуем Его В капсулу Поставить То есть Положить Что-то Не получается Ребята Придется Наверное Задействовать Читерский Режим Это Наверное У нас Будет Креатив Давайте Мы Сейчас Пропишем Креатив Все Ребята Мы Прописали Креатив И давайте Его Вот так Вот В капсулу Все Видите Написано Луна Я поймал Его в капсулу Ребята Вы это Видели Как это Было Очень Легко Ладно Давайте Мы Сейчас Будем Проводить Реально Эксперимент И засунем Этого Аниматроника Луну В настоящую Капсулу И уже Попробуем Поменяться Мозгами Да Ребята Так Давайте Вот так Вот О Все Ребята Смотрите У меня Все Получилось Вы это Видели Да Все Аниматроника Луна Теперь У нас Стоит Здесь То есть В капсуле Так Давайте Теперь Его немножечко Поменяем Чтобы Он Точно Стоял Нормально Во Все Ребята Я его Поменял Отлично Давайте Мы Теперь Закроем Капсулу Вот так Вот Вот таким Вот Образом Так Ну-ка 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 Что ж Такое Ты Что А Че Не хочет Закрываться Все Все У нас Капсула Закрылась Видите Аниматроник Луна Уже Здесь И сейчас Мы Поменяемся С ним Мозгами Так Давайте Я поставлю Еще Сюда Сундук Наверное Так Давайте Поставлю Сундук Все Отличненько Ребята И Положу Туда Вот Эти Вот Вещи Вот Эти Вот Вещи Дальше Я возьму Вот Эти Вот Вещи Все И Давайте Уже Мы Сейчас Будем Делать Эксперимент Где Я Поменяюсь Мозгами С Аниматроником Солнце И Луной Так Смотрите Мне Теперь Надо Будет Активировать Все Так По сути Я все Активировал Давайте Сначала Тут Рычаг Нажмем Потом Давайте Мы Компьютер Так Так Все Отлично Мы там Программное Обеспечение Запустили Чтобы Мы Смогли Поменяться Мозгами С этим Аниматроником Солнце И Луной И Здесь Жмем Рычаг И Быстрее Нужно Залезать В эту Капсулу Все Закрываем Себя И Что-то Начинает Происходить Воу Что Это Такое Это Че Че Такое Происходит Че Произошло Я Я Запинаюсь Я не могу Говорить Где Это Я Выпустите Меня Выпустите Что Здесь Такое Творится Что Это Так Спокойно Спокойно Евген Бой Это Пробочный Эффект Ты Поменялся Мозгами С Аниматроником Солнце И Луна Что Что Ты Житель Такое Говоришь Я Я Я Я Тебя Уничтожу Сейчас Это Че Такое Было Спокойно Евген Бой Пожалуйста Возьми Возьми Все Под Контроль Что Это Такое Это Какой То Эксперимент Был В котором Я Участвовал Да Да Все Возьми Себя В руки Все Хорошо Хорошо Это Ты Сам Сам Хотел Провести Такой Эксперимент Где Ты Поменяешься Мозгами С Чего Где Я Поменяюсь Мозгами С Аниматроником Солнце И Луна Ничего Себе Вот Это Экспериментик Я Устроил Хорошо Хорошо Так А Это Получается Это Получается Тот Самый Аниматроник Солнце И Луна И он Превратился В меня Получается Теперь Сейчас Кстати Смотрите У меня Креатив Включился Ничего Себе Я Самый Сильный Аниматроник Только Не Делай Глупости Пожалуйста Хорошо Житель Я Не буду Делать Глупости Я Хочу проверить Насколько Я Сильный Аниматроник То есть Насколько Я Сильный Аниматроник Солнце И Луна Да Мне Очень Это Интересно Я Сейчас Включу День Не Надо Включать День Иначе Я Уничтожу Сейчас Я Тебя Уничтожу Не Надо Ничего Включать Никакой День Я Хочу Оставаться Луной 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 Аниматроником Так Интересно Интересно Давайте Посмотрим Давайте возьмём, найдём каких-нибудь монстров. Где же монстры, так? О, смотрите, смотрите, сколько тут монстров. Мутант-зомби, мутант-эндерман, голем, мутант-скелетон. Давайте мы их всех сейчас заспауним. Вот мутант-зомби, мутант-эндерман, мутант-голем и ещё мутант-скелетон. Смотрите, они дерутся между собой. А теперь я хочу посмотреть, насколько я сильный аниматроник. И посмотрим. На, получайте, я скелетон. Смотрите, ребята. Ха-ха-ха-ха. Смотрите, как я всех монстров просто с одного раза уничтожаю. Потому что я сейчас превратился в аниматроника. И я очень сильный. Смотрите, вон зомбачела. На, тебе получай. Ты чё? А ты чё, голем тут разбушевался? На, тоже тебе получай. А вот зомбачела чё-то с первого раза не погибает. Кстати, смотрите. Он пытается встать и встаёт на ноги. Ничего себе, какой хитрый зомби. На, получай тебе. Вот так вот. Ребята, пишите в комментариях, если вы хотите больше видео про аниматроников. Я сейчас уничтожил этого зомби и с него выпал... Что? Симпл Димпл? Ничего себе, ребят. С него выпал Симпл Димпл. Кстати, у меня есть, если что, Попыт. Давайте я вам покажу Попыт. Хотите? Вот, смотрите. Вот Попыт. Вот, с помощью него я могу телепортироваться. Вот таким вот образом. Я крутой теперь. Ладно, ребята. Наверное, эксперимент надо заканчивать. Я понял то, что этот аниматроник очень-очень силён. Кстати, почему тут Стив был? О, всё. Теперь я... Теперь этот Стив превратился в меня. Ладно, ребят. Давайте этот эксперимент реально уже заканчивать. Потому что мне долго в этом состоянии аниматроника нельзя находиться. Так как просыпается ярость. Вот это вот всё. Ладно, ребят. Давайте я перезапускаю сейчас систему. И мы обратно превратимся в самого себя. То есть в Евген Боя. Поменяемся обратно мозгами. Так, включаем, наверное, сначала тут. Запускаем программу на ноутбуке. Всё, я запустил. Дальше чистим свой инвентарь. Дальше запускаем тут. Всё, ребята. Я теперь должен обратно поменяться мозгами. Уху! Ну, а сейчас, ребята, как вы помните в прошлом видео, я скрывался от аниматроника Солнце и Луна под этой вот кроватью. И сейчас вроде бы этот аниматроник от меня отстал. Я, в общем-то, сделал этот ремонт. Вот здесь вот крыша. Потому что он крышу здесь сломал каким-то образом в моём доме. Вот. И теперь у меня вот дом выглядит немножко по-другому. Евген Боя, подойди сюда. Мы кое-что нашли. Что там такого жители нашли? Давайте пойдёмте узнаем. Вдруг это что-то связанное с аниматроником. Давайте сходим и узнаем у них. Что, житель, вы там такое нашли? В общем, вон в том лесу находится могила какого-то монстра. Иди и посмотри на неё. В смысле? Могила какого-то монстра? А зачем на неё мне смотреть? Дело в том, что её там раньше не было. Она появилась совершенно недавно. То есть недавно появилась какая-то могила там? Да, какого-то монстра. Вот иди и посмотри. Тебе, думаю, будет интересно и твоим подписчикам. Хорошо, я тебя понял, житель. Сейчас я схожу туда и посмотрю. Только мне нужно будет взять какие-нибудь инструменты там. А меч, вдруг там какой-то монстр оттуда вылезет с этой могилы. Реально. Давайте возьмём тогда меч в сундуке. У меня как раз он там находится. Вот тут все инструменты у меня есть. И давайте мы уже посмотрим, что за там могила. Так, ребята, где-то житель мне сказал вон там. Вот она находится. Вон там вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я пока что ничего не вижу. Реально, смотрите. Там, ребята, виднеется какая-то могила. Нужно будет к ней сейчас подойти и посмотреть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне самому интересно, что за могила какого-то монстра там. А, так это же... Это, ребята, подождите. Это же тот аниматроник. Да, а каким образом здесь его могила появилась? Что за бред? Да, значит, в прошлом видео я от него скрывался под кроватью. А сейчас тут появилась могила. Да, написано реально. Аниматроник Солнце и Луна. И что? И мне теперь её сейчас раскопать, что ли? Или что? Я просто не понимаю. Я аниматроник Солнце и Луна. Выпусти меня отсюда. Ребята, это что такое? Это что, аниматроник сейчас со мной разговаривает? Выпусти меня, иначе я сам выберусь и съем тебя. Ребята, это... Это что за наглость такая? Он говорит, выпусти меня отсюда, иначе я выберусь и съем тебя. А, так значит, не всё так просто. Этот аниматроник сам не может вылезти, потому что он бы уже давно вылез реально и съел бы меня тогда. Но мне очень самому интересно, что там реально находится. Так что я хочу эту могилу сейчас раскопать. Давайте попробуем. Так, ну-ка, ну-ка. О, ребята, там он находится. Реально, это тот самый аниматроник Солнца и Луна. Иди сюда, зря ты меня раскопал. Ребята, он говорит, зря я его раскопал. На, получай тебе, аниматроник. А, я очень зол. Я хочу тебя съесть. Иди, у меня в прошлый раз не получилось. Он говорит, что у него в прошлый раз не получилось меня съесть, а теперь он хочет сейчас это сделать. Зря его выпустил. Давайте попробуем его закрыть вообще. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай-яй-яй. Ой, так, он не закрывается могила. Что за фигня? Эй, он сейчас выберется реально и деревню мне всё тут сломает. Этот аниматроник, на, получай тебе. Ай, я тебя съем. Ай, иди сюда. Давайте его выпустим и попробуем с ним уже сразиться. У меня реально уже надоел этот аниматроник. На, получай тебе. Ребята, всё, я его уничтожил. Вы это видели вообще? Офигеть, я с ним справился. Я ещё вернусь, жди меня. Что он сказал? А каким образом? Я же его сейчас уничтожил. Он говорит, что сейчас вернётся. Так, тут какой-то сундук ещё, ребята, находится. Может быть, его попробовать открыть сейчас. Но вдруг это какой-то сундук-ловушка. Потому что это могила аниматроника. Вдруг это реально какой-то сундук-ловушка. Поэтому я не знаю. Я не хочу его открывать. Но, если вы прямо сейчас подпишитесь на мой канал и поставите лайк, то я этот сундук открою и посмотрю, что сейчас находится. То есть там. Так, ну-ка, ну-ка. Кто-то лайк не поставил, потому что я не могу открыть этот сундук. Тяжело открывается. Быстрее ставьте лайк и подписывайтесь. Ну-ка, ну-ка. Опа! Я смог его открыть. Ничего себе. Тут какие-то лаки-блоки. Какие-то реально секретные предметы. Смотрите. Радужная броня. Это что, у аниматроника вот это все, что ли? Я так и не понимаю. Откуда у него такие вещи? Смотрите. Радужная броня. Реально. Ничего себе. Вот это да. Но нужно быть готовым. Сейчас этот аниматроник в любой момент может вернуться. Потому что я раскопал его могилу. И он мне пообещал вернуться. Так, ладно, ребят. Давайте мы тут заберем все эти вещи. И посмотрим, что это за ресурсы такие. Смотрите, тут какие-то оружия есть. Есть какой-то джетпак, ребята. Что это такое? Ну-ка, ну-ка. Мне интересно, что за джетпак? И как его надеть так? Ну-ка, ну-ка. Как его надеть? Во. Во-во-во. Джетпак, джетпак. О! Ребята, я летать на нем могу. Чего? Или прыгать высоко? А нет. Летать я на нем не могу. Но прыгать высоко я реально могу. Смотрите. Вау. Это действительно очень крутая вещь. Так, давайте мы тогда оденем еще дополнительно броню. Вот эту вот. Все, отлично. Я одел броню. Я уже близко. Я тебя съем. Я до тебя доберусь. Ребята, это... Это что такое-то? Это аниматроник? Он сказал, что он уже близко. Давайте быстрее побежим сейчас домой. Если что, спрячемся от него где-нибудь. От этого аниматроника. Но если что, у меня, смотрите, тут какие ресурсы есть мощные. У меня есть какие-то пушки крутые тут. Какая-то кирка есть на... На сколько? На тысячу урона или на сколько? На десять тысяч урона. Давайте посмотрим, как эта кирка копает. Так, вау. Вот это да. Это жесткая кирка какая-то. Так, давайте выберемся. Ну-ка посмотрим. Тут еще какой-то динамит есть. И еще другой динамит. Давайте другой динамит вот этот поставим. И посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ребята, давайте-давайте, смотрите, сейчас динамит взорвется этот, и что? О, из этого динамита появился дом, смотрите, реально, довольно такой огромный дом. А, ребята, это еще что такое? На дворе наступила ночь, и смотрите, этот аниматроник Солнце и Луна появился в этом доме, который я сейчас только что заспаунил с помощью ТНТ вот этого блока. А, ну что, не ожидал, я тебе съем, ням-ням-ням. Ребята, это что такое? Давайте попробуем его уничтожить, почему я от него не смог избавиться? Что это такое-то, проклятие какое-то, что ли? Как он здесь появился вообще? Так, ну-ка, быстрее спускаемся к нему, и попробуем его сейчас уничтожить, давайте снимаем броню. А, ребята, смотрите! А, я тебя съем, ты мне уже надоел, я с тобой очень долгое время вожусь. Ребята, он говорит, что со мной долгое время возится, типа он других быстрее, то есть... Кушал, чем меня, ребята, он меня не может достать никаким образом, потому что я сильнее, чем жители всякие. Так, давайте его попробуем уничтожить, на, вот такой вот пушкой жесткой. Что-то не получается, что за бред? Ребята, давайте вот так вот, вот этой вот пушкой попробуем. Ну-ка, 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 у меня патроны заканчиваются. Ням-ням-ням, зря ты раскопал мою могилу. А, ребята, он говорит, зря я раскопал его могилу. Что за фигня? Подождите это, это что такое? Так, может быть, ТНТ попробовать взорвать? Хотя деревню заденет, если я взорву вот этот вот ядерный ТНТ. Давайте попробуем кирками его уничтожить. Смотрите, 10 тысяч урона. Может быть, получится? Чего, ребята, вы видели? Я киркой ударил на 10 тысяч урона. И он не уничтожился. Это как? Еще раз ударил. Вы это видели вообще? Это как? Это как? Это сколько у него тогда хп сейчас? Смотрите, я еще раз его ударил. Видите? 10 тысяч урона. Смотрите, это какая жесткая кирка. И я не могу с помощью нее этого аниматроника уничтожить. Не, ну это реально, ну это реально как-то... О, все, ребята, я его смог уничтожить. Фух. Ребята, у меня все получилось. Вы видели это вообще? Как это так произошло? Был день, потом наступила ночь, и резко этот аниматроник в этом доме появляется. Я вообще сам сейчас, не знаю, офигел, конечно, от такого поворота событий. Но, да ладно. Ребят, мы его, походу, уничтожили и, походу, навсегда. Я еще приду к тебе в скором времени, когда ты не будешь этого знать. Ребята, вы слышали? Он сказал, я приду, когда ты не будешь об этом знать. То есть, мне нужно быть всегда на готове. Так что, пишите в комментариях, если вы хотите больше видео про этого аниматроника Солнца и Уна. Ну, а сегодня, ребята, вы посмотрите, какой я себе крутой спортзал построил. Я не просто его построил, я построил его прямо под своим домом. То есть, смотрите, я с работы там, с фермерства прихожу, спускаюсь вниз и тут начинаю заниматься спортом. Тут боксировать грушу, играть в бильярд, тут играть в баскетбол с жителями. Вы посмотрите, тут реально очень здорово. Евген Бой, тут произошло кое-что очень странное. Появились какие-то секретные или тайные постройки. Ты должен это увидеть. Вы слышали, что сказал житель? Он меня позвал и сказал то, что появились какие-то секретные постройки и то, что я должен это увидеть своими глазами. Давайте сходим, проверим, что там вообще опять происходит и что опять случилось. Это еще что такое? Я... Это... Это вообще не объяснится о вами. Как это здесь появилось? Вы просто не представляете. Ребят, вот я вот час назад тут гулял, то есть, да, и этих построек не было. Кто это их построил, вообще не представляю. Это же какие-то ACP монстры, ребята. Смотрите, я тут вижу ACP Сирена Голового, Детская Горка Пожиратель, Маша Эксе, Картун Кэт, этот паровозик Томас, предатель Амон Кас, Картун Дог и мультяшная девочка Йо-Йо. Это вообще еще что такое? Что за... Я не знаю. Как это вообще здесь появилось? Ладно, давайте мы посмотрим все это поближе, что вообще происходит. Тут еще, ребята, смотрите, что я нашел. Это какое-то колесо фортуны, ребята. Ничего себе! Из вот этих вот персонажей... Офигеть, из вот этих вот монстров сделано тут колесо фортуны. Смотрите, мультяшная девочка Йо-Йо, Сирена Головый, Детская Горка Пожиратель, Соник Эксе, Мультяшный Кот, Маша Эксе, Предатель Амон Кас и Мультяшный Пес. И все эти монстры Тревора Хендерсона находятся в колесе фортуны, ребята, вы представляете? Это же реально круто! Не упускать же такой шанс. Давайте мы в это колесо фортуны сыграем из ACP монстров Тревора Хендерсона. Будет, думаю, прикольно. Давайте мы для начала выберем цвет, куда мы вообще... То есть, к какому монстру мы пойдем. Давайте я выбираю... Выбираю мультяшная девочка Йо-Йо, да. Я именно ее выбираю, но я не представляю, что вот в этих домиках находится. Мне кажется, что-то ужасное, потому что, ну, мне как-то страшно все равно туда идти, поэтому мне надо где-то достать оружие. А, тут, смотрите, есть какой-то сундук. Давайте его откроем и посмотрим, что же у нас там. Ребята, тут у нас броня и оружие. Наверное, это для того, чтобы защищаться мы могли. Давайте мы это все тогда возьмем и оденем вот так вот. И пойдем уже мы тогда к монстру мультяшная девочка Йо-Йо. Она находится в самом конце. Смотрите, ребят, реально. Она находится в самом конце, поэтому погнали туда. Посмотрим, что же у нас скрывает мультяшная девочка Йо-Йо. Давайте мы туда заглянем. Так, мне страшно, ребят. Давайте дверь открываем. Так, ну-ка, ну-ка. Кто, кто там? А, смотрите, это мультяшная девочка Йо-Йо. Иди сюда, я тебя уничтожу. Вот теперь я понимаю, для чего мне дали вот эти вот оружие, чтобы я мог защищаться от этих монстров. Смотрите, они как и на меня нападают. Точнее, не они, а пока что она на меня нападает. Да, ребята, но это очень странно. Давайте, давайте. На, получай тебе. Получай тебе. Я тебя съем. Ребята, вы слышите, как она просто разговаривает? Ух, у меня аж мурашки по коже. Ладно, ребят, мы, получается, к первому монстру уже сходили и уничтожили его. Точнее, его убили. Да, ребята. Поэтому все. Первый вот этот этап пройден из Колеса Фортуны. Давайте следующего монстра выберем. Я, наверное, пойду сразу же уже к Сиреноголовому. Да, что тянуть-то? Погнали к Сиреноголовому заглянем. Погнали мы сейчас с ним сразимся уже, наверное. Вот, Сиреноголовый у нас синим цветом. Давайте погнали к нему. Я Сиреноголовый. Уиу, Уиу. Иди сюда, Евгенбой. Ребята, это Сиреноголовый. Давайте мы его тоже сейчас уничтожим. На, получай, получай тебе Сиреноголовый. Вот так вот. Вот так вот. Давайте с ним сражаться будем. На, на, на. Давайте какое-нибудь уже оружие-то возьмем. Что я без оружия? С меча его. То есть, пытаюсь уничтожить его с помощью меча. Это как-то странно. Потому что Сиреноголовый у нас сильный. Я уже Сиреноголового победил. Мультяшную девочку Йо-Йо тоже победил. Давайте мы куда-то пойдем. Знаете, кому? К АСП Детская Горка Пожиратель. Она у нас фиолетового цвета. И вот она. Да, ребята. Давайте мы к ней сейчас заглянем. Посмотрим, что там вообще. Да как. Давайте откроем вот эту вот дверьку уже. Опа. Смотрите. Там нас встречает поезд Пожиратель. Чего? А где Детская Горка Пожиратель? Почему здесь поезд Пожиратель находится? Смотрите. Это же реально ACP Поезд Пожиратель. Ну, это как-то странно. Потому что нарисована ведь Детская Горка Пожиратель. Ну, да ладно. Давайте мы уже тогда с поездом Пожирателем сразимся. Сейчас я тебя уничтожу, поезд Пожиратель. Ты никогда не сможешь меня уничтожить. Я очень сильный. Ребята, он сказал то, что поезд Пожиратель, точнее, сказал то, что он очень сильный. Но я так не думаю, ребят. Смотрите. Мы его просто уничтожили. Потому что эта пушка какая-то радиоактивная. Да, ребята. Вот. И она вообще очень мощная. И поэтому так быстро противники, то есть монстры, уничтожаются с помощью нее. Ладно, ребят. Давайте мы выберем уже кого-то другого из этого Колеса Фортуны. Кого же? Детскую Горку Пожиратель мы прошли. Сирена Голового прошли, получается. Мультяшную девочку ее тоже прошли. Кого теперь? Давайте мы выберем мультяшного кота. Он у нас под цветом красным находится. Да, смотрите. Мультяшный кот у нас находится под цветом красный. Давайте мы к нему тогда зайдем. И посмотрим, какой же он сильный. Иди сюда, Евген Бой. Я тебя уничтожу. Ты никогда меня не победишь. Нет, с помощью крутых пушек я думаю тебя одолею. Смотри, как тебе вот такой вот огонь. Вот так вот тебя сейчас подожгу. На, получай. Получай тебе мультяшный кот. Че, как тебе? Ааа, ты меня разозлил. Ну все. Ребята, вы слышите, какой недовольный мультяшный кот вообще, то, что я его разозлил. Да на, получай. Ты че такой бессмертный-то? Ты че такой жесткий? Офигел что ли? На, получай, получай. Так, овечку не трогай. Овечку только не трогай. На, вот так вот тебе. Ааа, нет. Я тебя уничтожу. Нет. Ребята, он говорит то, что меня уничтожит, но у него ничего не вышло. Да, ребят, это очень круто. Так, мы уже четверых монстров прошли. То есть мультяшный кот, мультяшная девочка Йо-Йо, сиреноголовый и детская горка-пожиратель. Давайте дальше куда-то сходим. Куда же мы можем сходить-то? Так, смотрите. Маша находится у нас, получается, на каком-то желтом. Ну, на желтом цвете, да, она находится. Стоп, подождите, а вот тут уже что-то странное какое-то колесо фортуны началось. Смотрите, у Маши тут, то есть, желтый цвет. У Маши Эксе желтый цвет, но она находится почему-то, то есть, на розовом цвете. Это как-то странно, ребят. Это очень странно. Почему-то тут как-то персонажи не соответствуют цвету, что ли. Это как так вообще? Смотрите, а желтый цвет тогда. Какой персонаж тут, какой монстр у нас. Это же, это же паровозик Томас. Ладно, давайте мы тогда за паровозика Томаса уже пройдем. Я не знаю, что, что за баг или что за глюк, но там реально же Маша. Смотрите, Маша Эксе нарисована на желтом цвете. А вот тут вот на желтом цвете у нас паровозик Томас. Ладно, это очень странно, но давайте я его тоже уничтожу сейчас. А-а-а, я паровозик Томас. Иди сюда, Евген Бой, и ты будешь уничтожен. Ребята, вы слышите, как паровозик Томас вообще разговаривает? Ну, он вообще какой-то легкий. Ладно, давайте мы уже тогда Машу и Медведь будем проходить. А, смотрите, а на розовом, на розовом цвете у нас Соник нарисован. Но тут находится Маша, смотрите. Это вообще как-то странно. Это вообще что-то, что-то какая-то несостыковочка. Ладно. Ребят, давайте мы сейчас тогда откроем Машу. И что тут? Это, это, ребята, Маша, Маша Эксе. Маша Эксе, ты, ты что на меня нападаешь? Смотрите, или не Эксе? Это как-то странно. Смотрите, у него глаза вроде бы не красного цвета. Ну, это, это вообще что-то, что-то тут странное происходит, ребят. Мне это уже не нравится. Потому что игра какая-то запутанная получается. Да, ладно, давайте мы Машу сейчас уничтожим. Вот так вот, хватит ты меня уже тут это, этот, бить. Хватит, на, 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 вот так вот тебе с пушечки. Дышь, дышь, дышь. Маша, Маша, а где Медведь? Медведя с собой не захватила, к сожалению, Маша. Вот так вот тебе. Я Маша Эксе. Иди сюда. Ребята, это вообще Маша какая-то злая была. Ну, она странная тоже в то же время была, потому что у него глаза, они цвета красные, как вот тут вот на рисунке, как бы. Это тоже немного странно, но... Ладно, давайте других монстров уже будем проходить. Кого мы еще не прошли? Мы не прошли, получается, предателя Амонкас и вот этого Картун Дога. Да, давайте мы тогда их пройдем. То есть вот предателя Амонкас у нас остался и Картун Дог. Это последние два персонажа, которые остались из Колеса Фортуны. Ничего, я с ними, думаю, справлюсь. Давайте. Вот так вот тебя с лазерной пушкой. Пиу-пиу-пиу, предателя Амонкас. Зря ты своих предаешь. Евген Бой, иди сюда. Ребята, это вообще... Они, они с каждым, с каждым, то есть монстром, все какие-то злые, злые становятся. Вот, все злее и злее становятся, хотел сказать. Ладно, давайте мы сейчас будем проходить еще Картун Дога. Вот, открываем дверь, и тут у нас Картун Дог, смотрите. Давайте мы сейчас, тогда выбирайся, Картун Дог. Оф, оф, Евген Бой, ням-ням. Ребята, он тоже как-то странно разговаривает, но в любом случае, это последний монстр, которого мне нужно будет пройти, и я думаю, сейчас его как раз-таки пройду. Всё отлично, ребята, они в принципе были лёгкие, вот, сложности тут никакой не было, я в принципе Колесо Фортуны из ACP монстров прошёл, и довольно мне понравилась такая вот игра.